Приветствую вас, положая руку на сердце, скажите честно, пожалуйста, что вам даст ответ на вопрос, который вы задаете? То есть я хочу сказать, что вам даст ответ на вопрос, значит, возможно лишь, что молодой человек одумается, возможно лишь молодой человек вернётся и так далее, что вам даст ответ на этот вопрос. Мы психологи, мы не гадаем, мы не занимаемся гаданием, мы занимаемся работой. Работой с противоречиями и конфликтами внутренними людей, которые к нам обращаются. Вот. Мы не занимаемся предсказанными, к сожалению или к счастью. Вот. Поэтому к вам, соответственно, такой вопрос. Дальше. Можем ли мы знать о том, как всё будет и что возможно? Да, возможно. Возможно, что молодой человек действительно вернётся. Возможно, что молодой человек действительно просто вот оказался, ну, в такой вот для себя, ну, действительно в тяжёлой ситуации. Что молодой человек действительно просто запутался на него всегда. Вот. Возможно ли, что он не самостоятельно принимает решение? Да, это тоже возможно. Всё так. Но есть одно но. Даже если, подобное, ну, подобное вот, то, что сейчас происходит. Даже если это всё так, даже если всё так, вот как, ну, как вы говорите, да, то, что на него надавили туда-да. Даже если это всё так, то я полагаю, что есть вариант, есть вариант, что мужчина просто в себе не уверен. И это уже вопрос к вам. Готовы ли вы, в принципе, принять неуверенного в себе мужчину? Потому что, ну, как бы, в большей степени, в большей степени неуверенным в себе он, ну, скорее всего, не будет. То есть, он как не уверен в себе, он так не уверен в себе и будет. Без, по крайней мере, корректирующей работы психологов. Вот. Такая история. Поэтому вопрос к вам. Если готовы, если готовы, и если, значит, как-то вот вы всё равно, несмотря ни на что, человека любите, и если не смотрели на что, вы всё равно хотите быть с ним, вот, то это одно. Но в таком случае вам совершенно очевидно нужно готовиться к тому, что, ну, вот, определённую такую роль, ну, ведущую, определённую ведущую роль в отношениях, вам придётся играть. К сожалению. Поэтому, с этим нужно определиться. А также мне кажется, что вы чересчур много значений уделяете мужчине, мне кажется, что вы чересчур сильно от него зависите. Мне кажется, что, чересчур много он для вас. Ну, для вас, значит, ну, мне так показалось, что вы ради него, вот, прям, жертвуете собой. Вы ради него, прям, ну, на многие, ну, на много достаточно идёте, жертву, жертву, вот, и признаваться честно, я хотел бы обратить ваше внимание на это, потому что важная эта история, вот, отношения это всё-таки не та сфера, где люди с собой жертвуют, отношения это всё-таки полностью свободная сфера, вот. А у вас это, вот, знаете, ну, как будто бы не получается, как будто бы вы не чувствуете себя, вот, прямо скажем, свободно. свободно, свободно. Вот, это, конечно, настораживает очень сильно. Это настораживает, вот, и продолжает говорить о том, что возможно, но не точно возможно, что вы в отношениях стараетесь реализовать некие, некие свои цели, некие свои желания, некие свои потребности, вот. Это ни в коем случае не обязательно являются чем плохим, вот, это, скорее просто точно нужно выяснить, раскрыть, принять во внимание, вот, и учить, например, в вашем поведении. Вот. Такая вот история. Что касается мамы молодого человека, то она вас, ну, она к вам так относится, не справа, она видит угрозу. что из-за вас она может потерять контроль над своим ребенком. Для нее очевидно, что это абсолютно недопустимая история. Вот отсюда ее такое вот поведение. Вот это, это страшно. С другой стороны, то, что она увидела в вас своего конкурента, вполне может значить и то, что вы с ней в чем-то похожи. И если это так, то мужчина, он может, ну, вести себя с вами примерно так же, как, ну, так же, как с мамой, примерно. Вот. И это, я уверен, ничего хорошего вам не сулит. Вот. Поэтому, извините, я рекомендовал бы, опять же, с осторожностью отмертись к тому, что будет дальше между вами. Вот. Такой примерный ответ вам можно дать. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что для вас это было, ну, в какой-то степени познавательно. Вот. Надеюсь, что вы для себя извлекли что-то новое. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.